приветствую вас друзья на канале саморазвитие и обучение и сегодня мы поговорим как найти цель жизни если ничего не хочется не просто найти но и поставить себе цель и добиться и бывает ощущение что ты проживаешь чужую жизнь все скучно и однообразно иногда происходит всплеск энергии но с годами эти всплески все реже и реже и ты опускаешься на дно какой-то вонючей жижи ради чего ты родился ради чего ты топчешь эту землю и коптишь небо почему весь мир угрюм и против тебя бывают периоды что такими вопросами продалбливаешь себе голову как дятел как найти цель жизни если ничего не хочется самое печальное что чем больше живешь ответов не находишь и уже ничего не хочется что воля что неволя в этой статье мы пойдем простым путем сначала найдем цель а потом поймем как достичь и первый секрет как все же найти цель жизни если ничего не хочется самый первый секрет это успокоиться понять от чего у вас апатия может вы перетрудились тогда лучше сначала отдохнуть эмоционально развеяться как избавиться от хандры и апатии можно узнать здесь поиск цели или предназначение у напряженного человека будет очень тяжело формироваться как ни странно поставьте сначала себе цель как минимум снизить накал тоски негатива а как максимум избавиться от хандры ограничьте срок неделю а потом пробуйте на себе методы описанные в этой статье не все могут подействовать именно на вас не все могут подойти но пробуйте пощупайте пройдите и только после неоднократных проб можно сделать вывод что работает а что фигня второй секрет эпитафия на вашем памятнике очень сильный способ вывести себя из ничего хотения который даст толчок чтобы сформулировать себе цель уединитесь закройтесь это всех на 15-20 минут возьмите два листка бумаги на первом напишите какую надпись вы бы не хотели видеть на своем собственном памятнике обострите все негативные черты которые есть для примера здесь лежит самый злобный человек который никогда никому не помог не стесняйтесь пишите расширенно пространно весь лист распишите с кем вы прощаетесь могут лица слезы очень сильные эмоции это нормально передохните вдох выдох а на втором листе пишите эпитафию которую вы бы хотели увидеть на своем памятнике например мир потерял самого щедрого человека с нежной чуткой душой он не мог пройти мимо ни одной бродячей кошки и ни одной брошенной собаки руками этого добрейшего человека спасено и пристроено более двух тысяч животных только пишите что относится к вам к вашей жизни они эти примеры прочувствуйте минуту скорби представьте себе прощание самим собой предупреждаю это очень сильные эмоции даже сильные брутальные мужчины не сдерживают слез пробирает до самого хвоста чтобы успокоиться помедитируйте это очень мощная техника благодаря которой переосмысливается вся жизнь через некоторое время вы просто поймете как жить дальше с чего не хватало третий секрет найти свое предназначение за три вечера упражнение называется сотня вечер первый уединитесь внимание будете работать с подсознанием кстати рекомендую попробовать реалистам хотя бы ради интереса попросите близких не беспокоить вас отключите все сигналы которые могут отвлекать вас телефон вай фай интернет уделите 30 минут работе с подсознанием возьмите лист бумаги перечислите 100 вещей которые приносят вам удовольствие удовлетворение и положительные эмоции да да именно 100 в этой цифре заложен смысл так как именно в последней двадцатке может проскочить бриллиант который вы ищете пишите не останавливайтесь повторяйте ничего страшного главное условие написать 100 пунктов написали поздравляю вы проделали огромную работу вечер второй возьмите список сотка и начинайте группировать так как случаются повторы по смыслу подгрупп может быть лет 5 до 10 в этот вечер может прийти озарение и натолкнуть не просто на предназначение но и на цель озарение может произойти сразу во время письма или во время группировки или процессе выделения самого важного вечер 3 теперь расставьте получившиеся подпункты по мере возрастания важности первый самый важный пункт а последний наименее важный в первой тройке вы описали свое предназначение по крайней мере пройдет время и вы четко поймете да именно этим важно для меня заниматься обратите внимание предназначение это глубинные положительные эмоции таким же образом можно поступить и с целью задайте себе вопрос что вы хотите о чем мечтаете тут списке могут быть предметы и события небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности прикройте глаза расслабьтесь и вспомните а не забыли ли вы поставить лайк под этим видео а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых добрых и постоянно развивающихся личностей чаще тренируйте осознанность всем добра и мудрости а мы продолжаем четвертый секрет поставьте цель как стив джобс найдите себе кумира пример для подражания читайте заряжайте синергия от успешных людей ищите смысл сквозь строки представляете как же это у него получилось что он делал ориентируйтесь на сильных успешных людей берите примеры читайте автобиографии всех успешных людей объединяет одно они когда-то были никем никто о них не знал не восхищался и не цитировал их изречение начало у всех одинаково мне нравится изречение стива джобса только наличие цели приносит жизни смысл и удовлетворение стивен падал поднимался опять падал поднимался и так бесконечное множество раз он писал что нет такого успешного человека который ни разу бы не проигрывал именно упорство отличает успешного человека от среднячка важно не цель а путь до цели в любой сфере есть люди или ориентиры по которым можно равняться даже если это будут ближние родственники сильным характером попробуйте понять какие качества помогают человеку идти вперед пятый секрет много мечтать вредно много мечтать вредно если не действовать если мечту не переводить в разряд цели не просто лежа на диване хочу иметь дом а именно дом с красивой крышей двухэтажные к 2025 году как перевести мечту в цель шаг 1 написать на бумаге подробно конкретно с конечной датой например я имею машину в 2025 году эксперты советуют писать в настоящем времени как будто это уже сбылось считается что подсознание лучше понимает и работает заодно с умом на достижение цели шаг 2 сузить цель какой кузов хатчбэк купе или универсал какого цвета и какой марки шаг 3 позадавать себе вопросы что для этого нужно чтобы цель была достигнута написать эти вопросы шаг 4 если денег нет то как я могу заработать для машины что нужно сделать откладывать устроиться на другую работу выйти замуж за обеспеченного человека вариантов масса это будет под цель или веха приводящая к цели шаг 5 а теперь пишите конкретный план по пунктам веха новая работа составить новое резюме не хватает компетенции пойти учиться записаться прямо сейчас таким образом вы дробите цель на маленькие составляющие важно написали план план со сроками каждая задача должна иметь дедлайн получить сертификат до 5 февраля и действуйте написали позвонить узнать про обучение это дело не занимает много времени тут же взяли телефон и звоните хоть один малюсенький шаг в сторону своей цели а вечером ложась спать представляя как вы сидите за рулем красного ягуара спросите себя что я сделал для своей цели какой шаг меня приблизил к ней и так каждый день чем отличается цель от предназначения и от мечты мечта это облако мыслей это что-то расплывчатое лежит ерема на печи брюхо почесывают и думает неплохо бы ухи поесть мечта это субстанция без веса и времени можно быть великим мечтателем с богатым внутренним миром но глубоко несчастным человеком предназначение это большой путь то ради чего вы пришли в этот мир это глобальное понятие которое приносит моральное удовлетворение например помогать людям или животным вот у актеров к примеру может быть предназначение сделать этот мир чуточку счастливее улыбчивее эмоциональный предназначение заложено в нас это находится внутри с рождения найти свое предназначение можно договорившись со своим подсознанием а цель это конкретный измеримый объект или действие находящийся извне а задача это еще мельче это конкретное действие которое приведет нас к цели получается такая воронка мечта обширная без четких границ предназначение это путь по которому комфортно идти а цель это конечный результат задача же это шаг цели если ничего не хочется апатия с души воротит начните с определение предназначения вы можете не понимать что двигаясь не по своему пути можно долгое время работать с машинами механизмами бумагами неодушевленными предметами и тошновать а оказывается ваше предназначение это работа с людьми поменяли сферу деятельности и все другие эмоции стали появляться солнышко ярче стало светить может быть в точности наоборот человек сужись с людьми а ему комфортно с механизмами конечно хорошо определиться с этим вопросом до окончания школы и идти не туда куда хотят родители или по наследству прадед врачевал дед был врачом отец медик и вам дорога в медицину прислушайтесь к себе своему сердцу может с автомобилями душа-то больше развернется как добиться цели чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы значит надежда изменить себя и мир к лучшему есть теперь самое важное сделайте первый шаг можно прочитать три тысячи книг и на сантиметр не придвинуться к своей цели можно прочитав одну единственную статью и попробовал для начала хоть один секрет на все сделать рывок в сторону своей цели ведь когда возник вопрос как найти цель жизни если ничего не хочется в голове было пусто и грустно а сейчас совсем немного для начала уровень энергии поднялся как раз хватит на то чтобы сделать первый маленький шажочек когда-нибудь вы сможете рассказать или даже научить как правильно установить цель или предназначение потому что вы прошли этим путем сами пробуя один за другим способ находя для себя единственно возможный а может быть все понемногу оказали положительное влияние и вот что интересно обретя цель у человека появляются крылья расписывая сия план для достижения цели удивительным образом появляются силы для продвижения вперед только помните крутые не сдаются такие как стив джобс падают и встают и идут дальше и побеждают себя и обстоятельства а потом и весь мир может у вас есть другие секреты постановки цели поделитесь комментариях своим опытом ставьте лайк присоединяйтесь к нам социальных сетях но на этом еще не конец вернее все только начинается большая просьба именно к тебе лично не забудь подписаться на этот канал обучение общение саморазвития чтобы каждый день становиться все успешнее осознаннее добрее и мудрее развиваясь вместе с нами и нашими экспертами а главное общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами которые будут тебя мотивировать к новым достижением не бойся дружить советовать и помогать другим в комментариях и конечно чтобы получать оповещение последних и самых полезных видео рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик также не забудь поставить лайк если тебе понравилось видео напиши свое мнение или вопрос по теме а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто ведь мы читаем все комментарии поддержи нас и развивайся вместе с нами ну и конечно если ты больше любишь читать то заходи на наш официальный сайт портал обучение саморазвития где можно найти тот же материал и в печатном виде ссылка на эту статью на сайте будет в описании а если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально то найдешь там же и ссылочку на пожертвование и помощь каналу и главное не забудь поделиться этим видео с друзьями давай делать больше хороших дел распространять знания и помогать друг другу доброты и мудрости к сожалению так не хватает этому миру а на этом будем прощаться рекомендую посмотреть и другие видео в том числе на непривычные для тебя темы важных направлений саморазвития на самом деле очень много поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов чтобы каждый мог найти нужное а также имел возможность развиваться в разных темах а не только зацикливаться одной сужая тем самым свое видение мышление и мировоззрение естественно желаю тебе в любом случае мудрости любви успеха и всех остальных благ хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни или чтобы стать еще мудрее переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведение или из тех которые ты сейчас увидишь перед собой на экране всем добра